Корректировка стратегии развития Самары – одна из первоочередных задач, которая сейчас стоит перед городскими властями. В 2013 году план развития города разработало профессиональное сообщество с участием жителей. Он был принят Дмитрием Мазаровым, который в то время был главой города. Она в общероссийском форме стратегического планирования заняла первое место. Это случилось потому, что данная стратегия была грамотно подготовлена. Разработанный алгоритм зарекомендовал себя только с положительной стороны. Но время идет, в городе реализуются национальные проекты. Это требует перемен в градостроительной политике. Поэтому было принято решение скорректировать стратегию развития Самары. Это руководители профильных департаментов, профессиональное сообщество и главы внутриградских районов обсудили на рабочем совещании под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Были озвучены принципы корректировки стратегии, на что мы делаем упор, как мы будем работать с жителями города, как мы будем совместно обсуждать это с профессиональным сообществом. Есть очень много интересных идей. И, конечно, они должны воплотиться в жизнь в обязательном порядке. Для усовершенствования стратегии комплексного развития Самарский университет готов предложить свои компетенции, опыт и ресурсы. Правительство области и администрация города неоднократно заказывали у специалистов этого вуза инвестиционный анализ и оценку. Сейчас исследователи хотят внести стратегию новой компетенции, например, цифровой двойник города. Когда у нас есть самые различные пласты, мы можем посмотреть, собственно, и движение транспорта по городу, можем посмотреть, так называемое, ночное население, то есть, кто находится в ночное время, то есть, живет, проживает. Можем посмотреть дневное население, то есть, кто куда перемещается и кто где работает, какие точки активности у нас в городе. Достичь нужного результата в усовершенствовании стратегии Самары помогут и другие вузы региона. Будут сформированы экспертные группы, в которые войдут специалисты высокого уровня, ведущие ученые и эксперты в различных областях не только из 63 региона, но и других областей. Они поделятся опытом и предложат новые идеи. Все это стало возможным, в том числе и благодаря цифровизации. Кроме того, сейчас в Самаре база геоданных формируется на основе космических технологий. Как отмечают специалисты, еще ни одна стратегия не разрабатывалась с использованием искусственного интеллекта. Сегодня появилась принципиально новая возможность, вот эти технологии дают, для того, чтобы мы сбалансировали градостроительное развитие и социально-экономическое. Ни в одной стратегии других городов нет внутри стратегии пространственного развития. А это сегодня невозможно сделать без использования космических технологий. Мало научных групп, которые владеют этими технологиями. Комплексная реализация стратегических целей позволит достигнуть достойного уровня жизни в Самаре и укрепить имидж города на мировой арене. Для этого у Самары есть все необходимое. Международный аэропорт, развитые железнодорожные и автомобильные инфраструктуры. Также сейчас обсуждается возможность построить в Самаре крупный речной порт. Мэр Йелчан, Константин Головин, События. Мэр Йелчан, Константин Головин.